Эффект окислометалла – это патины, которые дают натуральное окисление, натуральное патинирование металла. То есть, если у вас металлическая поверхность – это бронза, это железо или это медь, либо содержащие эти металлы какие-то поверхности, сплавы, то вы можете получить натуральное патинирование на этом изделии с помощью вот этих вот патин. Если у вас поверхность, не содержащая металла, то тогда вам на помощь придут металлы, которые в виде порошка. Это металл, опять же, бронза, медь и железо в чистом виде. Как происходит патинирование? Наносится металл, и затем на него напшикивается, наносится сама патина, сам окислитель. Металл окисляется, и получается натуральное патинирование. Если у вас металлическая поверхность, которая содержит любой из этих металлов или их все, то тогда вам сами металлы не нужны, а вы только берете окислители и работаете ими, и получаете на металлической поверхности натуральную патину. Цвет патины, то есть получившегося результата, будет различаться, во-первых, от того, какую патину вы применили, и на каком металле. Все будут разные эффекты. Давайте сначала посмотрим на металле медь. Смотрите, на металле медь, то есть здесь была пластиковая заготовка, нанесли медь, и затем нанесли четыре состава разных по цвету, и получили четыре разных патины. Это ржавая патина, вот эта вот получена ржавой патиной на меди. Это бирюзово-изумрудной патиной на меди. Это голубая патина на меди и зеленая патина на меди. Вот так вот, если вы на медь наносите четыре разных патины, то у вас получится четыре разных результата, и только вам решать, какой вы хотите результат получить. Рассмотрим поближе. Ржавая патина на меди дала яркий, красивый, зеленый оттенок. Ярко-зеленая патина получилась. Бирюзово-изумрудная. Действительно, бирюза, изумруд, припыленная зелень, много оттенков, более светлых, более темных. Конечно же, это химический процесс. Здесь не будет одного цвета. Все это будет многоцветие, патинирование, неоднозначности. Голубая патина, ярко-голубой, пыльный-голубой, зеленоватые оттенки на меди. И зеленая ржавчина, зеленый, ярко-зеленый, оливково-зеленый, и такой вот светло-зеленый, такой мох. В общем, тоже, конечно же, не один оттенок, много оттенков зеленого. Это то, что получается четырьмя патинами на меди. Теперь рассмотрим те же патины, сделанные на бронзе. То есть такая же пластиковая заготовка, нанесен металл бронзы, и затем нанесены патины. Здесь у нас ржавая патина, бирюзово-изумрудная, голубая и зеленая. На ржавой патине вот такое вот патинирование получилось. Оно немножечко и с ржавчиной, и со всеми оттенками зеленого, и светлыми, и темными, и яркими. Бирюзово-изумрудная, действительно, бирюзово-изумрудная патина на бронзе. Голубая, истинно голубая патина с разными оттенками голубого. И зеленая патина тоже дала оливковые оттенки, ржавчину более яркую, где-то светло-желтенькую. Тоже очень красивое патинирование получилось. Это на бронзе. На металле железа тоже можно работать всеми четырьмя патинами. Понятное дело, что универсальной парой являются металл железа и ржавая патина. Но все, опять же, патины могут работать на металле железа так же, как и на всех остальных металлах. Давайте посмотрим. Итак, на металле железа ржавая патина. Да, истинная ржавчина. Изумрудная голубая патина дала очень темную, кое-где даже в чернинку темно-коричневую ржавчину, покрытую блестящей пленкой. Она прям блестящая, не матовая. И еще из бирюзово-изумрудными вкраплениями патины. Очень красивая. Я ее очень люблю за этот эффект. Голубая патина. Красивая рыжая ржавчина, светлая. Матовая, но вот тоже такая вот очень-очень художественная, скажем так, интересная. И зеленая патина, ржавчина с небольшим количеством более светлой рыжаты. Тоже матовая и очень-очень натуральная. Вот такие вот результаты. И здесь могу вам показать. Это сделано всеми металлами. То есть здесь все три металла. Медь, бронза и железо. И окислитель. То есть здесь все три металла и окислитель ржавая патина. Все три металла и окислитель бирюзово-изумрудная патина. Все металлы и окислитель голубая патина. И все металлы и окислитель зеленая патина. Вот такая красота получается. Конечно, это самый насыщенный, самый интересный вариант, когда используется смесь всех металлов и даже несколько патин, и получается прям совсем и непредсказуемо, и художественно, и крайне натуралистично, потому что это самое что ни на есть натуральное патина, натуральное патинирование, просто убыстренное с помощью химии. Продолжение следует...